Танюш, ты знаешь, у меня такая проблема, у меня начались первые признаки импотенции. А я говорю, а я здесь при чём? Мне твой голос очень волнует. Ну что тебе, какая тебе разница? Твой голос никогда в жизни никто не попросит, потому что наоборот всё. Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Людмила, Татьяна и Любовь. А жених у нас Валерий. Здравствуйте. Долго вас ждали. Проходите. Валерий, 68 лет. Признаётся, что, уйдя от жены к любовнице, сделал несчастными своих детей, обеих жён и самого себя. Валерий 30 лет занимал руководящие должности. Был заместителем мэра города Козельска. Сейчас на пенсии. Любит путешествия и автомобили. Признаётся, что он излишне сентиментален и впечатлителен. Валерий избегает неряшливых и глупых кокетов. Его женой станет симпатичная, уравновешенная и хозяйственная женщина, склонная к компромиссам. Здравствуйте, парни. Здравствуйте. Со мной пришёл мой брат, его звать Вадим. Очень приятно. Родной? Двоюродный. Разрешите вам? Разрешаем. Роза догадывалась, что вы сегодня в этой кофточке будете под цветом. Валерий, если честно, первый раз в жизни чиновник такого ранга дарит мне что-то, а не я ему в виде подарочков, ну и так далее. А вы, девочки, что ощущаете? Я часто общаюсь с чиновниками. И тебе всё с ними прекрасно? Ой, не надо. Нет, но у меня же совершенно другое общение. Роза, можешь подойди и укуси? Другое общение. Ну, что ты, может, хочешь? Подожди, подожди ещё, кусать ты это, а потом укусишь и извини. А потом он тебе женится. Сделайте предложение в конце программы. Очень опозатный мужчина. Мне он нравится. Мне нравится, что в хорошей форме, наверное, спортом занимается, да? Женились по любви. Да. Родилось дитё. Да. Дочка. Жили счастливо? Всё хорошо было, всё прекрасно. А потом соблазнно. Кругом ходят молодые, красивые, в коротких юбках. Потом, понимаете, да нет, ну, собственно, всё это было и раньше. Но дело в том, что как-то получилось так, что у меня работа была связана с задержкой. Действительно, был ненормированный рабочий день. Потом после работы, ну, бывало, что как обычно, как начинается, так вот. Ну, куда-то заглянешь там, ну, а там задерживаешься и так далее. А потом кто вам мог отказать, например? В смысле? Ну, вы такой были прихорошенький, я так понимаю. Ну, это уже давно было. Ещё волосы не потеряли по чужим подушкам, не разбросали в то время. Я их на целине на студенческие стройки потерял. Ну, я хочу сказать, мне очень понравилось. Во-первых, он такой, смотри, приятный, ухоженный, улыбка. Ну, да. Он когда улыбается, у него такое внутреннее такое... Нет, на глаза добрые. Когда любовницы стали появляться? Ну, они начали появляться, наверное, лет через десять. А чего не хватало в семье? Да всё было. Может быть, наверное, слишком много хотел от жизни получить, может быть. Получил? Получил, да. Валерий, а почему жена мирилась со всеми любовницами, кроме одной, когда она стала просто настаивать? Брось её, всё, прощу, но только эту брось. Ну, нет, ну, почему? Я как у меня получилось? Мы, если это... Ну, мы сидели, как бывает обычно, была у нас, это самое, гости были, посидели, всё. И что-то начался спор какой-то. И она мне такую фразу сказала, уходи к своей. И я это самое, ну, вспылил и собрал, сел в машину, поехал. Вот. Поехал, приехал к ней домой туда. Её дома не было, всё темно. Она была замужем, у неё был ребёнок, всё. Вот вторая, которая будет. Да, да, да. Всё темно, я остался ждать. И приезжает машина, приезжает вся семья, ещё к ним приехали, это, муж и родители приехали с другого города. Всей семьёй, они выходят, я подхожу к ней и говорю... Пошли. Собирайся, да, если хочешь, я тебя забираю. Ну, и всё, и когда уже... Муж отпустил? Ну, мы с ним даже немножко ещё поспорили так очень сильно. Не сильно, но так, немножко. Да. В общем, в результате вашей любви у вас родился сын Саша. Да. Он родился у меня. В общем, потом, что послужило, значит, мне отъездом из этого, с моего города родного. Ну, заболел он, там как-то так получилось, что не могли его вылечить. Ну, это как-то вот, получился как бы толчок в этом, чтобы, как там, большой город, и не можем это найти, врача хорошего. Но мальчишку всё-таки вылечили. Да, да, мы сюда приехали, а где там его уже вылечили. Но несчастье всё равно у вас... Ну, это, знаете, что это вообще, когда вот слышишь, вообще говоришь людям, сочувствуешь, вы понимаете, что это не несчастье, это вообще беспредельно страшная вещь, которая вообще... Мальчик утонул всё-таки в 14 лет. Валерочка, я вам... Это такая... Даже что бы я сейчас ни говорила, это даже просто противно моему собственному слуху. Уже... У это... Спаси, Господи. А что... А... Это была случайность какая-то? Ну, это... Пошёл купаться, и речка такая, это самая мелкая была вроде бы. Он переходил её, и там яма была, и в яму попал, и всё. Господи, спаси, сохрани. Ну, в общем, пережить это было, конечно, невозможно. Да, это я никогда не пережил. И вы с женой... Ну, потом я заболел очень сильно, через неделю. Ну, а в общем, потом всё. Да. Уже ничего не свято. Но пережить не смогли вдвоём уже с женой. Ну, я и до этого у нас были с ней уже какие-то такие были разногласия. Мне кажется, это не проходит никогда, это остаётся. Это у нас всю жизнь, конечно, это у нас всю жизнь, это его кровь, плод его. Я знаю, что вы долгое время жалели о том, что ушли от первой жены. Я и сейчас жалею. А почему не пошли, не повинились? Или пробовали? Ну, во-первых, я уехал. Ну, я... Во-вторых, понимаете, как это самое? Я был, я ездил туда. Она же там же живёт же. А она устроила свою личную жизнь? Нет. А что в ней такого особенного, что вам хотелось бы увидеть и в новой избраннице? Что в вашей жене? Ну, вы знаете, трудно сказать, что в ней нету. Перечислить. Что в ней плохого. Ну, она очень добрый человек. Такая хозяйственная. Такая аккуратненькая, привлекательная она. Вот. Очень такая отходчивая, если что-то. Она никогда зла не держит, собственно. Мне кажется, она вообще не злится и не злилась. Во-вторых, я никогда не ощущал. И вот это, наверное, может быть, поэтому вот эти вот её слова и уходи к ним, может быть, и сыграли вот эту роковую роль того, что незакалённый я был, наверное, в этих вот таких вот плохих отношениях. Мне бы прям ко всем мужчинам хотелось бы сейчас обратиться, которые думают или стоят на перепутье оставлять свою жену, если хотя бы что-то теплится. Ну, перебеситесь где-то, ну, не рушьте. Ну, вот посмотрите. И ведь Валерий не первый, не единственный мужчина, который сожалеет. Самое главное, его надо сейчас просто тепло, любовь к женщине. Да, да, да. Вот, чтобы тепло, любовь к женщине, чтобы он почувствовал. Я знаю, что ваша мама очень остороженно относится к вашей потенциальной будущей жене и считает, что на комбо вы не женились, ей нужно от вас только одно добро. Да? Да. Ну, вот смотрите. Я не очень люблю возрастных мужчин, потому что мне кажется, ну, как-то надо достойно доживать свою жизнь. Но вы создаете очень приятное впечатление, и вы очень молодо выглядите. Я считаю, что вы разумны, поэтому к детям, которые будут у вашей жены, будете тоже хорошо относиться. Понятно, что у неё есть какая-то история, да? Вот, сейчас вас Роза попытает на предмет того, где вы живёте, и что у вас есть, кто за кем поедет. А так, хорошую, приличную, статусную, потому что вы достойный мужчина. Я вот детям всё время говорю, лучше увидеть, а лучше всего и пошупать. Давайте мы хоть видео посмотрим, а то... Тут дикерамбо спели. Напомню, я сейчас в моей квартире, в которой я в данный момент проживаю. Вот это вот жилая комната. Это кухня. Вот это вот мы вход в мою квартиру. Здесь идёт прихожая. Дальше, значит, вот эта вот одна комната здесь. Вот вторая комната. Здесь, значит, должен располагаться туалет, ванная и кухня. Дальше балкон. Вот такая у меня квартира. Скажите, мой дорогой, а где это всё, в Москве? Нет, в Козельске. Прекрасно, прекрасно. Там есть и место для детской. А мама далеко от Козельска-то? Там же живёт она. А, то есть, в принципе, нам дальше-то нельзя, потому что мама-то пожилая. Ну, я... Почему? Я могу где-то. Я сказал, что я где-то в пределах 250 километров, в таком радости могу. Я просто маму хочу успокоить, вы не волнуйтесь, у нас аферистки на программу не приходят. У нас, Лариса, уже глаз как омаз. Ухо не пролетит. Да, так что мы, если мы его сосватываем, а не вижу причин, почему бы это не сделать, так что всё будет, ещё следить будем, как таможня. Если мама всё время при сыне, или, вернее, сын при маме, он всегда будет поступать так, как скажет мама. Вот вам бы предпочтительнее женщину с маленькими детьми, чтобы их поднимать? Нет. Или уже с выросшими? Нет. Мне кажется, что я как его любил или люблю, я никого не буду так любить больше. Валерий, а если будут пацаны возраста вашего... Ну, ничего страшного. Ничего. Я имею в виду, что своих ещё больше я уже... Ну, вот ещё раз подтверждайте, что вы абсолютно адекватны. Роза, кого ты и что там звёзды? Ну, хотите женить, жениться, что... Я готова в этом отношении помочь, когда ещё человек хороший, приятный, в общем-то, и адекватный во всех отношениях. Так что, а почему бы нет? Я сегодня женить буду. В удовольствие, причём это буду делать. Да, и я тоже в удовольствие. И брат ваш нравится. У вас семья? Да. Тридцать лет в браке. Нравится. И брат ваш, Вадим, просто... Такие мужчины поделожки не должны. Это я думала, что придёт такой жердякин, противный сволочь, который проработал, вот, да, имеет такую должность. Да, он недорого, чем он никогда был. Хам наглый, который, вы знаете, привык быть хозяином этой жизни. Вот. А вы удивительны. А нас сложно обмануть. А звёзды? Вам нужна женщина очень мягкая, стабильная, которая не будет вас выводить из себя, правильно? И красивая, даже если и много лет. Но стройная, красивая и, наверное, как лето. Тёплая, как лето. Она должна быть тем самым тылом, который обеспечивает добрую спину. Ты себя с ним видишь, да? Да, мне было бы приятно, да. То есть появиться где-то в общественном месте, да? И не только в общественном, но вообще. Пожалуйста, знакомьтесь с первой невестой. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Мне очень приятно познакомиться. Спасибо. Проходите. Спасибо, проходите. Людмила. 60 лет. Обожает вышивать по шёлку и принимает участие в городских конкурсах по озеленению участков. Мечтает о собственном домике с садом. Гордится своими детьми и признаётся, что бывает упрямо. Предупреждает, что не любит бездельников. Первый возлюбленный Людмилой тайно женился на другой. Второй испугался отцовства, а третий умер от неизлечимой болезни. Надеется, что с Валерием она снова станет счастливой. Здравствуйте, Людмилочка. Люди милы. Я знаю, что у нас сегодня конкурс, да? Ваше любимое блюдо – плов. Да, я вот... Да, плов. И все женщины будут вас сегодня кормить этим самым пловом, а вы в конце скажете. Хорошо. Готовят лучше всего. Поэтому сразу... А это вот что это такое? Вот это вот эта тарелочка. Это кутаби. Сейчас подождите, не надо через всё это. А плов всё... Какой у вас вот это? Узбекский. А? Узбекский. Послушайте, я делаю ферганские, самаркандские. Ну их много очень, да. Да, я плов свадебный. Я плов обожаю и умею готовить. Поэтому, Валерий, жениться на мне. А почему она тебе бедная? Я тоже прекрасна была. У меня до сих пор казан сохранился, в котором это... Роза, давай не будем сейчас изображать, что ты готовишь лучше, чем я. Я готовлю гениально. Я про плов говорила. Нет, я на другое место. Пробуйте. Спасибо. А кутабы с чем? С мясом. А что такое кутабы-то? С бараниной. А, ну это... Что такое кутабы? Кроме беляшей, это ничего не знаешь. Ну, Лариса будет сейчас критиковать плов. Я бы вообще хотела подарки тоже вам сделать. А вот пока... Да бросьте, правда, что ли? А почему они с этого начали? Они очень маленькие, но... Они очень весомые. Бывают маленькие, но маленькие. Дарю вам от души. Желаю вам... Ой, какая прелесть. Это ложечка серебряная, да? Да. Какая прелесть. Которая будет заботиться о вашем благополучии. Это тресман. Это такой тресманчик. А я знаю, что если такой ложечкой завтракать, обедать и ужинать, то я приду в то самое, как сказать, физическое состояние, которое мечтаю. Это навек, навек, да-да-да-да, что кушать из такой лодочки. Людочка, как так случилось, что ваш возлюбленный женился тайно от вас на другой? Видимо, может быть, потому что я очень долго не подпускала его к себе. А как вы узнали-то? Случайно очень была в гостях его друга и увидела фотографии свадебные. Ужас какой. А с вами он до последнего дня был в статусе жениха? Да, он уже был женат. Ну, понятно. А что со вторым мужчиной? Со вторым мы стали встречаться. Ну, мы с ним недолго встречались. Он меня тоже покорил, и я, наверное, влюбилась в него. Вот. Вследствие чего я забеременела. И было поставлено такие условия мне. Либо аборт, и он остается со мной. Кто победил? Да. Оставляю ребенка, он уходит от меня. Я сказала, хорошо, я оставляю ребенка. Родился ребенок? Да, у меня замечательный сын. И я очень рада, что он сейчас ему... Сколько ребенка? 34 года. Я говорю, что она, мне кажется, тяжелая в жизни. Ну, мне так кажется. Ну, хорошо. А третий? Он меня взял с ребенком, и мы замечательно прожили до того времени, как его не стало. В общем, в детей не родилось? Родилось. Вот моя замечательная дочь сидит. Да вы что! Да. Мой сын его называл папой, и сейчас, то есть, как его нет, у нас все равно не звучит другого. А вам сколько? Мне 27. И тоже не замужем? Ну, практически замужем. Вот мой жених. А что ты, а сколько вы это уже ручкаетесь ходите? Долго. Долго, 10 лет. А почему, мам, мам, что сидим 10 лет? Где кто же это? Весь сок ушел. Да, вот... Вот пускай, давай, я сейчас за вас это. Женишься или опять морочить голову? Когда женишься? Вот мне сейчас скажи, что ты женишься. Да, то он ни мне, ни своей маме не говорит. А вы знаете, что когда на мужчин наседают, то они... Лариса, пускай он уже тогда с этой системы уходит. 10 лет уже девки морочат голову. Ну, это правда. А скажи, что... Женишься? Константин, а что вам мешает? Да ничего не мешает. Ну, вот так. Вот мама подвинется из квартиры, нет. Мама, кстати, где у нас квартира? Нигде. Вот, тем более, терять нечего. А у нас в Козельске. Людмил, потрясающий Валерий. Разница в возрасте замечательная. И вы такая вся кукольная. Хорошая вы хозяйка? Да, хозяйка я хорошая. А мальчики, попробуйте-ка плов. Замечательно. Заценили уже? Да. А давайте все-таки говорить, нет, у меня ничего нет, но все-таки где-то живете. Давайте посмотрим. Это моя комната, в которой я жгу. Здесь я сплю. Здесь у меня мой столик. А это моя замечательная, любимая кошка. А это одно из моих еще копий выращивания цветов. Вот такие замечательные розы у меня растут на моем цветнике, во дворе моего дома, за которыми я уваживаю. Здорово. У вас есть какие-то вопросы к Людмиле? Скажите, вот кроме этого блюда у вас есть какие-то еще блюда, любимые, которые вы можете готовить? Да, мы очень любим блины, всевозможные драники, то есть много борщащих. А что вы не едите, Валерий, скажите мне. Я все ем. Опа. Вот так, молодец. Это к нам, у нас все блюда. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Свидание наедине. Хороший знак, проходите. Олег, мне надо было побольше, чтобы... Вообще странно, если женщина в 60 лет не умеет готовить, то это уже как-то даже смешно, правда? А к нам сколько... Ой, у меня аж слюнки потекли даже. Нет, а сколько приходила невест, которая не умеет готовить и гордятся этим. Еще гордятся, да. А спрашиваешь, а что ты взамен даешь? Она говорит, себя. Да-да-да. Хороший город я был там. Очень хороший город. Было там. Один раз, правда, был, но... Ну, давно я был. Надеюсь, что еще будете. Я был в 70-м году там еще. Я вот в 70-м году. В 74-м? Да. В 74-м году. Когда я закончила училище, да. А потом уехала к подружке. И там и осталась. А вы, Наташечка, все-таки присмотритесь к Константину. Вы такая яркая красавица. Сейчас вас увидели миллионы по всему земному шару. Если будет вам еще голову морочить хотя бы месяц, бросайте его нафиг. Приходите к нам на программу. Ну, 10 лет. Ну, что это зато. Более того, нет никакой... Нет, никто не говорит про пышную свадьбу. Да, пошли в ЗАГС и расписались. А свадьбы потом через сколько-то? Ну, эта практика показывает, что если вначале не было так, то и потом не будет. Поэтому мы ждем того момента. А, знаете, практика показывает, что те, кто собирает деньги сначала на свадьбу, потом на детей, так и проживает или расстаются. А те, кто плюнул на все эти условности, пошли в ЗАГС, в чем есть. И, глядишь, и квартира появляется, и дети родятся вовремя. Так что... Мало того, допустим, если он 10 лет не женился, то потом, после расставания, как-то они очень быстро находят себе жену. И женится прям очень быстро. Людочка, пока вы там ходили, мы вашу дочку решили уже, если они не женятся на ней, Костик, выдадим ее на программе. А сюрприз приготовили, или вот это и есть сюрприз? Это и был сюрприз. Это прекрасный сюрприз, я вам хочу сказать. Мы все попробовали, вас обсудили, поэтому не забудьте цветочки, проходите в свою комнату. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Вадим, ну вот сейчас, когда невеста уже в своей комнате, мы можем ее обсудить. Скажите честно, вам понравился плов? Да. По пятибалльной системе сколько? Да пятерку поставил бы я. Вы не избалованные. Ну а общие впечатления, как о Людмиле? Хорошая женщина. А вы что скажете, Валерий, тем более вы общались целую минуту? Нормальная женщина, обычная. Знаете, что мне нравится в ней? Вот это такая сдержанность и какая-то интеллигентность. Я не люблю нахрапистых, тем более в этом возрасте. Вот есть такие не женщины, а бабы. А я бабское в женщинах не перевариваю. Какое впечатление произвело на вас? Ну какое хорошее на меня впечатление произвело? У вас сочетание физическое может быть очень хорошее. Человек верный, постоянный, стабильный в отношениях, в любви, в чувствах. Но, вы знаете, здесь есть единственное но. Она никогда не будет бездействовать. То есть ее будет всегда тянуть в какую-то социальную сферу, быть задействованной, работать, активно общаться. Понимаете, вот так. Любит очень дороги. И, пожалуй, дети – огромная часть ее жизни. Она им будет уделять время и внимание. У меня такое и есть ощущение, что он... То есть вы сможете быть вместе, да? Да, что он выберет меня. Вас ждет вторая невеста. Знакомьтесь, проходите, пожалуйста. Добрый день, Валерий. Я очень рада сегодняшней встрече. Надеюсь, наше знакомство будет приятным. И, возможно, общение продолжится дальше. Спасибо. Спасибо. Татьяна, 63 года. Работала юрисконсультом. Сейчас на пенсии. Увлекается дизайном интерьера и одежды. Ходит на уроки фламенко. Изучает иностранные языки и обожает рыбалку. Признается, что не может пройти мимо чужих проблем. Предупреждает, что ездит за границу не менее трех раз в год. Первый муж Татьяны вставил себе золотые зубы, а ей не давал ни копейки. Со вторым разлучила его мама. А с третьим – дочери. Надеется, что они с Валерием созданы друг для друга. Здравствуйте, девочки. Можно начать с подарков? Конечно. Очень приятно. Спасибо. Пожалуйста, подарок жениху. Спасибо. Это Розе. Спасибо. Это вам. Спасибо вам большое. Я знаю, что вы приготовили для нашего жениха плов и для его брата. Да. Розочка сейчас все нам разложит. А пока она это делает, мне не терпится услышать историю про вашего золотого мужа. Вы знаете, у всех есть какие-то свои, ну, как тараканы, как говорится, да? Вот он обожал золото. Ну, просто он… А кто он был по национальности? Он у него и молдаван, от молдаван что-то было, и от евреев, но больше еврейская кровь. Странно, потому что это цыгане в основном любят. Ну, внешне он похож был на цыгана внешне, кудрявый, с бородой, с усами. А что, поэтому золотые зубы? А у нас что-то не готов, что порезут. Ну, у него всего два там были, короче, а уши у моего бывшего. У него весь рот был, он ставил себе два ряда золотых зубов. А что, хорошо, он все сейф с собой носишь, понимаешь? Ну, у него, на самом деле, он очень любил деньги. И когда даже мы с ним разводились, расставались, то в связи с тем, что деньги были на его книжке, мы так с ним договорились, что мне родители помогали деньгами. Я училась на дневном институте, я не работала, студенткой была. А он зарабатывал, мы откладывали деньги, чтобы как-то позволить себе что-то купить. Тем более, у нас через год родился мальчик. Кстати, зовут Александром. Это мое любимое имя. То есть он просто жадничал? Жадничал. И вы должны были отчитываться за каждую копейку, даже то, что зарабатывали вы? Я пошла на работу через год, потому что умер мой папа, который помогал очень материально. Я пошла работать, когда сыну уже было полтора годика. У каждого есть свои тараканы, главное, чтобы они не сползались по квартире. Нет, жадность это не тараканы, жадность это приговор. А сколько прожили вы с ним? Мы с ним пять лет прожили. Я поэтому и поняла, что мы брак... Хорошая инвестиция в рот. У меня брак был обречен. Я это поняла через год, когда уже родился Саша, и так получилось, что... Ну, пожалуйста, вы не в накладе. После развода вам достался сын и квартира. А он чашки, ложки... Чашки, ложки, даже занавески, обои, вообще, ну всё, что можно было снять, он забрал. Даже книжки, которые никогда не читал, он и то их пригласил. Нет, он их читал, но другое дело, что папа мне их дарил. Папа знает, что я люблю книги. Ну хорошо, вам хотя бы осталось где жить. С сыном общается? Нет, не общается. С семи лет не общается. И сын тоже не хочет с ним общаться. Ну, конечно, за всю жизнь сыну подарил килограмм морковки, в общем-то. Ну, дело в том, что я трудно была одной, когда у тебя всё, ты осталась в пустой квартире. И, конечно, нужно было самой всё, и мебель покупать, и работать нужно, и ребёнку давать нужно, и образование. Она, вероятно, занимала руководящую должность. Да, и она привыкла, чтобы её слушали, а она не слышит. Татьяна, где вы сейчас живёте? У меня квартира, две квартиры. Одна у меня квартира вот на речном вокзале, то есть на севере Москвы. Двухомнатная квартира большая, купила я 10 лет назад. А вторая? А вторая, это не вторая квартира, это не мама её подарила, уже тоже 10 лет назад. Я маму взяла к себе жить, а там квартира была мамина. А, то есть вы с мамой живёте? Сейчас я живу с мамой, да. Маме 87. Да. То есть, по сути, мы, если что, поедем к вам с мамой, да? Или мы возьмём маму к себе, две мамы будут дружить, и так, может быть, мы не знаем, как всё случится. А прекрасно. У меня чудесная квартира. А вы хотите ещё с тёщей жить? Нет, я хочу вообще, если что, жить только вдвоём. Прекрасно, объединим наших мам, наших мамы объедини. У меня чудесная квартира, большая кухня. Скажите, а на какие средства вы три раза в год ездите? Я вам объясню. Я, где-то так получается, в последнее время, я работаю, я риск-консульт, меня приглашают и до сих пор, и приглашение есть. Полгода я работаю, полгода я могу заниматься тем, что мне нравится. То есть я востребована, меня приглашают как специалист. Вот моя коллега, она даже подтвердит. Мы подружились. А куда ездите? В Испанию. А если вот замуж будете? Вдвоём будут ездить? Вдвоём будем ездить. Хорошо. У вас осталось два бонуса. Семейная тайна или традиция и скелет шкафов. Скелет шкафов. Скелет шкафов. Ой, какой тяжёлый скелет. Деньги? Нет, мобильный телефон. Что значит это? В моей жизни была такая интересная одна история. И в связи с тем, что у нас такое шоу разных историй жизненных у людей, я решила рассказать одну из историй. Я тоже помогла одному очень хорошему знакомому. Мы дружили, но это было давно, с одной семьёй. Чудесная семья. Жена великолепная хозяйка, красавец, умница. Я просто восторгалась её как женщиной. И позвонил мне, уже я была разведена, позвонил мне её муж. И сказал, Танюш, ты знаешь, у меня такая проблема. У меня начались первые признаки импотенции. А я говорю, а я здесь при чём? Ты знаешь, ты мне всегда очень нравилась. Мы с дружили общались. Мне твой голос очень волнует. Давай, если ты... Я могу дозвонить иногда. И будем с тобой на интимную тему беседовать. Но я хочу послушать твою голосу. А это, кстати, измена считается? Нет. А я уже была свободная. Виртуально. А для него, я не знаю. Да-да-да-да, какая интересная история. Да-да-да-да. Ну, я решила сказать. И? Она такая необычная история, конечно. Я сама от себя такого не ожидала. Вот. И в итоге мне было сначала неловко, конечно. Мне 28 где-то лет, да. И такие вещи. Но хорошо, что он был знакомый человек. Если бы был посторонний, я, конечно, бы не с кем бы. Да-да-да. Уже. Вот. И он мне задавал вопросы какие там. Ну, в общем, мы с ним беседовали по телефону. Так было 4-5 бесед у нас по телефону. Потом он пропал на месяц. Потом он звонит. Танюша, я тебе предлагаю вам пить кофе. Думаю, я тебе расскажу подробности. И вот мы с ним встречаемся в кафе, пьем кофе. Он говорит, я тебе так благодарен. Пришел, он еще в букет цветов мне подарил. Ты знаешь, вот слушая твой голос, я в мечтах представляла, как я о тебе мечтал, когда еще вот были знакомы. То есть он как бы вот, ну, была я не такая-то. Женой не был развратник. Нет, он женой ничего нет. Женой не изменял он жене. Как он это все делал, я не знаю. Нет, это же для жены делал. Ну, что тебе, какая тебе разница? Твой голос никогда в жизни никто не попросит, потому что... И чего? Откуда знаешь? Ну, не знаю, но есть, наверное, кто-то. Знаем, а что ты так скажешь, там прямо. А что, он показывает, они там все сидят, вяжут. Да, дорогой, да, дорогой. Ой, в 90-е годы по федеральным каналам в 90-е годы показывали эротические фильмы. И моя подруга Марина Дюжева, актриса, помните, имя, но маленькая, вот эта молоденькая адвокатша. Она озвучивала, ну, еще известная актриса, она говорит, ой, придем тоже со своей едой. Она вяжет, вышивает. А-а-а! Да-да-да! Нет, этого не было бы тебе. И в это время под столом что-то читала. Это она бы тебе рассказывала очень хорошо. Это вот другая служба занимается этим. Да, спасибо, это профессионал. Да, конечно. Спасибо, дорогая моя. Оставляйте плов, забирайте цветочки и проходите за окном. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я забыла, что у меня... Вадим, ты еще объяснил писем, я забыла. А-а-а, конечно. Роза, не уходи, Роза. Я забыла. А, это же Роза? Нет. Роза тоже, да. А-а-а, тетно. Вот это Роза. Валерия, я через две недели уезжаю в Испанию. На три недели. Вот. Поэтому, если у вас будет возможность и желание, пожалуйста, можете... Я приглашаю вас составить мне компанию. Я еду одна. Покажу вам Барселону, покажу вам Валенсию. Что это за наш счет? Там все оплачено. Приставать не будете? Не знаю, как сложится, не обещаю. Спасибо вам, что вы поставили в компанию. Так, ну, по-моему, она всех уболтала. Вадим, вам не положили плов, вы не попробовали Роза? Я спрашивала, он говорит, не хочу. Да? А как вам, кстати, первый вопрос? Ну, это ничего так. По пятибалльной шкале, мне кажется, он чуть выше, да, предыдущего? Ну, да. Ну, тот, откровенно говоря, пусть не обижается, на пятерку он не тянет, тот плов. Если откровенно говорить, да. Да, да. Ну, что он кривит душой. Ну, здесь тоже такая четверочка. Тут четверочка, да. А как сама Татьянова? Ну, активная очень такая. Человек подвижный, активный. Яркая, успешная. Да, да, да. Того самого бабства, о котором мы говорили в начале передачи, его нет. И это, мне кажется, должно радовать. Да. А тебе Роз понравилось? Не, ну, Танечка, она хороша, только Татьяне не нужен муж-муж. Татьяне нужен мужчин для радости, причем пунктирно, вот как ты говоришь. Сейчас хорошо радуется, потом свои дела возникли, извини, дорогой, займись своими. Ну, ему женщина для радости нужна. Нет, если вас такая ситуация устраивает, то есть, в принципе, ну, мне кажется, вы классический такой. Нет, мне кажется, это единственная ситуация реальная, когда и отдохнуть друг от друга, и съездить. Нет, ну, Лариса, понимаешь, пунктир, когда она отдыхает и занимается своими делами, может затянуться. А ему это зачем? А будет обговаривать, правда? Ну, что ж, он каждый раз, вот она мне органайзер, каждый раз, значит, она, вы будете смотреть в органайзер, говорит, так, не, не получится. Роз, вы смотри, а я так живу всю жизнь. Ты с мужем давно живешь, и вы уже, и вас это устраивает, а здесь только на самое, как говорится, начало. Ну, сейчас нас рассудят звезды. Ей нужен брак. Это не значит, что она не хочет или там совсем отдыхать друг от друга, но ей нужен брак. Другое дело, что она свободна. Она хочет быть вечно молодой, подвижной, и, в общем-то, она с успехом это делает. Поэтому, единственное, нужно ли вам это? Да, если ему тихо, семейно, нужно там где-то копание только, это, конечно, неинтересно. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Проходите, познакомьтесь. Здравствуйте, Валерий. Очень рада с вами познакомиться. У меня самое красивое имя в мире – любовь. Очень приятно. Спасибо. Любовь. 63 года. Работала главным бухгалтером в сфере общепита. Сейчас на пенсии. Признается, что не мыслит жизни без внуков и программы «Давай поженимся». Гордится тем, что с легкостью может доплыть до середины карьеры. Предупреждает, что хочет жить только за городом. Муж Любови постоянно покушался на ее жизнь, а она продолжала жить с ним из жалости. Надеется, что Валерий подарит ей еще один шанс на любовь. Здравствуйте. Ну, традиционно сейчас наши розы метнются. Я приготовила... У нас абсолютно честный конкурс сегодня. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Через его любимый плов. Да, и я приготовила вам тоже плов. А это не узбекский, а это мажайский плов. Потому что он готовился, да? Мажайский. Глаза у него загорелись. Да, мне тоже кажется, что ему понравилось. Да, да. Очень приятно, спасибо. Ой, капуста! Это сюрприз для вас. Это все с вашего горла. Повторите. Да, посмотри. Вот я родилась и выросла в степях Казахстана. Но вот когда я вышла на пенсию, я научилась выращивать все овощи. В экологическом чистом районе Мажайска. Вот это я все вырастила своими руками. Вот эта приправа для борща, это мой рецепт. И кого вы выберете сегодня из женщин, пусть приготовит вам борщ и скажет вам приятного аппетита. Спасибо. Какая вы умница. Умница, красавица. Любочка, не в обиду будет предыдущим невестам, но ваш плов самый вкусный. Спасибо. Ну, у каждого плов свой. Да. Руки все разные. Да, конечно. Что там у вас было с мужем? Это же страсти какие. Не приведи Господи. Когда его агрессорские наклонности проявились? Вот вы знаете, не сразу. Где-то через год я родила дочь. Но так получилось, что он уезжал на работу на неделю. Пять дней работал, а два дня, а выходных возвращался домой. Я стала замечать, приезжая на выходные, обязательно пиво. Пиво. Потом, значит, крепкие напитки, водка. И стала проявляться вот, ну, агрессия. А к чему он в основном привязывался? Ревна? Ревность. Вот какая-то ревность, да. Вот был такой случай, день рождения у его сестры. Мы пошли, отметили день рождения, вернулись домой. Дочери было три года, Лариса. И до сих пор она помнит этот случай. Берет нож и говорит, я тебе сейчас зарежу. Ну, в общем, мы вокруг стола бегали, как-то увернулись. Родители жили в одном дворе. Я от него убежала. Люба, вот мне хочется один секрет узнать. Вы же не первая и не последняя. Ну, некоторым женщинам, наверное, нравится страдать. Да и бог бы с вами. Когда мужчина из раза в раз измывается, подвергает вашей жизни опасности. Но когда ребенок, почему терпели? Из-за какой такой жалости? Почему прощали, почему не выгоняли? Понимаете, Ларис, я как-то, видите, я была здесь одна. Мне не было ни родных, ни близких в то время, ни друзей, ни подруг. А подумать о том, что у вас даже, поскольку вы одна, и хоронить будет некому. Ничего? Не думали об этом? Ну, как я не думала про это. Я, в принципе, его полюбила. И я не думала об этом, понимаете. И мне как-то нужно возвращаться. Я даже хотела вернуться домой. У меня свекровь, в принципе, была такая умная женщина. Она говорит, Люба, ну куда ты поедешь? Ну, я, в принципе... Ну, группу везем это еще, ладно. А когда на родину тебе... А так с ножом бегает, и ребенок боится. Ну, они меня жалели. Родители жалели. Как-то... Ну, и мне тоже было его, в принципе, жалко. А вы... Вам было... Подъясните мне, дури. А вам было жалко? Вот, вот, я... Я его, в принципе, не явился. И еще после развода, год где-то я, в общем, как говорится, его терпела. Да. Ну, видишь, у него жизнь тоже тяжелая была. Отрепалась сильно. Дочери было 5 лет. Меня приятненько познакомить с парнем. Ну, в общем-то, где-то полгода мы с ним общались. В общем, у вас, он удочерил вашу девочку, родился общий сын и жили счастливо. Жили счастливо. Он любил мою дочь даже больше, чем сына. Потому что, может, он понимал, что вот он как бы не родной, но он отдал ей всю душу. Он ее научил просто всему. Она вот там водит машину, она может забить гвоздь, она может там отпилить, построить все. Сколько прожили в таком счастье? 33 года. 33 года. Да, мы прожили 33 года. И вот за 10 минут он практически у меня на руках умер. Встретил меня. Я поехала перед Новым годом, представляете? Я поехала с приятельницами в театр. Он меня встретил с электрички. Мы отъехали, ему стало плохо. Он вышел из машины. Я сижу, не пойму, думаю, почему его так долго нет. Выхожу, он лежит. Пока сын подъехал, 10 минут, все. Что случилось? Все, его не довезли до больницы. Инсульт? Инсульт. Высокий, красивый мужчина. Вы прожили счастливую жизнь. Он построил... А, да, я вот сейчас живу, мне показали дом. Я сейчас живу... А, давайте посмотрим, почему. Давайте посмотрим. Это мой балкон, где я утром пью кофе. И любуюсь на Можайское водохранилище и на природу, которая здесь есть. Вот где, вверху, моего участка. Кличка и площадка для внуков. Дали баня. Я очень люблю там париться. Зимой выходит снег. Зимнее время, когда нечего делать. Это моя библиотека. Читаю книги. Это мой зал. Только что сделали ремонт, еще не успела повесить штуку. Это вот фотографии моей, моей семье. Вот моя любимая внучка, которая сейчас 5 лет. А вот это фотографии. Цеплицы, которые я выращиваю. Слушайте, вы счастливая женщина. Такая красота. Муж построил дом своими руками. Приезжаешь, там такая красота. Все самые дорогие санатории Подмосковья по вашей дороге. Это просто вам не передать. Да, да. И усилие Дорохово. Все по этой дороге. У нас очень красиво. Созловый Борб, все середины. Здесь не менее прекрасно. Да. Послушайте, давайте дальше живут. Девочки, девочки, не соримся. Да. Послушайте. Тропарев рядом с вами. Это же счастье, когда вы сидите и думаете, где вы будете встречать Новый год. В Козельске или в Можайске? Слава Богу, когда есть куда ехать. Мы сейчас поедем к тебе на квартиру на 8 марта. Или вы останетесь у нас здесь. Да. В Можайске. Поэтому, слава Богу, есть из чего выбирать. В принципе, она ему подошла бы. И был такой случай. Вполне. Да. Ей в исполнении надо ехать. У меня еще три кошки и собака. Которых я на улице жалю. На улице? Да, на улице. Нет, нет. Летом на улице, зимой дома. Зимой дома. Нет, нет. Вы уберете своих кошек и собак-то? А как же? Я без них просто не могу. Нет, я говорю, будет муж, кошек придется убрать на улицу. Детям. Почему детям? А у меня у дочери девять кошек. А мы кошатницы. Это отдельное, кстати. Хорошо, что об этом не все. Подождите. Еще раз. Она их, Лариса, подбирает, лечит, стерилизует. Любочка, на сайте двое.тв там желающих приобретать и жить, и поддерживать кошек достаточно много. Спасибо. А мы Валерия не выслушали, а может быть, он и мечтал жить все время в окружении ста кошек. Я их люблю, но как-то разумно, чтобы... Расстояние. Да. Нет, а я их люблю до такой степени, Лариса, ну вот, ничего не могу с собой поделать. Тогда будете без мужчин. Я прошлый год... Тогда хоронить вас будут кошки. Нет, я буду за гробом. Целы ста просто, ну, будет штук 200 идти. Слушай, целы ста пан. Хорошо бы он ее не выбрал бы тогда. Зачем у вас столько кошек? Я думаю, что 0,0 десятая часть процента мужчин, которые согласятся отделить свою женщину... А у меня еще есть двое внуков. Да, молодец. Всем похвасталась. Да. Мужик губляет. Ничего не скрыла. Пять лет внучке и четыре месяца внуку. Ничего не скрыла. Их нам остается узнать только семейную тайну. Ой, семейная тайна, конечно, это, как говорится, небольшой позор, но бывает. Но это был единичный случай в моей жизни. Больше такого нет. Сами понимаете, в советские времена мы работаем коллективом, хорошим коллективом. Заканчивается квартал победителей соцсоревнования. Второй квартал победителей соцсоревнования. Третий квартал победителей соцсоревнования. Четвертый квартал победителей соцсоревнования с вручением красного знамени. Едем, значит, получать это красное знамя. Город Одинцово. А у меня уже там была квартира. Естественно, коллективом получили это знамя. Купили вино. Пришли в квартиру. Я не помню, но я бокал, может быть, два выпила. А нужно было ехать, где мы в закрытом городке жили. Сто километров. Ну, в общем, меня немножко развезло. Но развезло так, что пели песни. Это ладно в автобусе. Вы отдались водителю? Нет. Нет. Нет, ну что вы говорите-то. А что тогда? Что вы говорите? У нас был коллектив. Я вообще молодая, была очень заводная. Вы всему коллективу отдались? Нет. Я в автобусе плясала в присядку. А у меня перед этим травма колена была. Я не помню, как это произошло. Потом рассказывает мне дочь, которая была 13 лет. Стою, говорит, на улице. Подъезжает автобус. Смотрю, говорит, в автобусе свисает мамина голова. Вот так. Потом меня с красным знаменем вывели и завели в дом. С красным знаменем? С красным знаменем? С красным знаменем пьянная патриотка. Я так развезла. О, боже, это единственный случай в жизни. Да, где я напилась. А у нас народная артистка в бизнес-классе в самолете делала уголок держать за кресло и мостик прямо в бизнес-классе. Я больше бокала вина больше не могу выпить. После этого спасибо вам большое. Я так понимаю, сюрприз вот в виде прекрасного плова. Ну да, это сюрприз. Сюрприз, значит, корзина. И вам, Наполеон. Спасибо большое. Поэтому дайте нам возможность вас отсидеть. Проходите, пожалуйста. Как вам перспектива жить с кошками? Я уже все остальное просто упускаю. Я не говорю, что это противно. Но я не могу просто... Нет, это противно. Это добрая, прекрасная Люба. Я не могу с этим жить просто-напросто, да. Вот, к сожалению. Да. Патрус, и что тут поделаешь? Да, сейчас, представляешь, какое количество кошатников и кошатниц, которые сидят и плюются в экран. Считаю, что мы вот так... Нас осуждают. Нет, ну, во-первых, все мы прекрасно знаем. Это в любом возрасте. Гордыня мужчин на понятии несовместимы. Выбор. Либо с гордыней, либо с мужчин. Здесь принцип тот же самый. Вообще ставить мужчину на уровне, выбирать между кошкой и мужчиной, вообще очень странно. Они все-таки братья, даже не братья, они меньшие. И тут даже сравнивать нельзя. Мне странно, когда женщина говорит, а я даже выбирать не буду, конечно, кошки. Не, ну я не сравниваю мужчину с кошкой. Да. Здесь вот как раз вот, что касается кошек. Луна в рыбах. И это человек светлый, видящий многие вещи, открывающий. Душа добрая очень. Не только из-за кошек. Это вот до того, как я увидела, то есть узнала про кошек, это в ее карте. Очень добрый человек, очень добрая душа и действительно очень прощающая. Но у вас, я бы сказала, могла быть очень сильная физическая совместимость. Вот один из тех редких случаев, когда люди очень хорошо в близости совпадают. У нее, можно скажу верно? У нее, знаете, вот вы когда она рассказывала про своего мужа, видели у нее слезы на глазах были? У нее это осталось, я это знаю, что это такое. Но к покойникам не ревнует. Я не говорю не ревность, я просто говорю, я знаю, что это такое просто, понимаете? Вот сравнивать думаете? Это у нее нет. Ну и вы по бывшей жене, вот и будете вместе. Да это горе и развод, это разные вещи, понимаете? Хорошо. Вадим, кого вы советуете? Я никого не вижу рядом с ним, но считаю, что как сердце ему подскажет, стоит сделать выбор. А не видите рядом, почему? Ну, разные слишком. А Валерий? Ну, вообще-то я думаю, надо попробовать, выбор все-таки я сделал. Я вам советую Татьяну. Работающая, у нее так много плюсов. Ей кроме радости от этой жизни ничего не нужно. Все комплименты в ее адресе я уже сказала. И мне кажется, вы были бы очень достойной парой. Спасибо, спасибо. Я, кстати, тоже за Татьяну, хотя я ее больше всех критиковала. Мне понравится, хорошая, кстати, идея совместить двух мам, в общем-то. И мамам компаньонки нужны, и поговорить меньше. Вам мозг выносить будет, и ей в том числе. Испания тоже никто не отменял, как говорится. Мир надо посмотреть. И если что, по телефону с вами пообщается, если заскучаетесь. С Людмилой и любовью хорошая физическая совместимость. С Татьяной будет всегда интересно. Вы никогда не соскучитесь. Ничего страшного с любовью. Если что, она ему по телефону. Вау! В любом случае, мы вас поддержим. Кому бы вы не пошли, проходите. Спасибо. Я с тобой развожусь в 23 года, потому что ты старая жаба. Ну, разлюбили мы друг друга, ну что же делать? По его инициативе был секс, я его не хотела. А сейчас вам оно у нас зачем надо? Вам в молодости один раз в три года надо было, а сейчас совсем не надо. Я предлагаю всем выйти, чтобы поддержать Валерия. Я к вам. Спасибо. Мне это очень приятно. Мне тоже. У нас, оказывается, очень много общего. Ну, мы, да. Я думаю, что где-то вот внутренне так вот смотришь, как-то... И это самое, так вот, что-то чувствуется. Я тоже почувствовала, когда вы рассказывали о себе в самом начале. Спасибо. Ну, попробуем. Попробуем. У нас есть пара Валерия и Татьяна. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Ларисе Гузееву, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженитесь. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!